Любимые, всем привет! Вы на моем канале. Вы на канале с Аленой, вы на канале жизнь без невроза и вы на канале с клиническим холистическим психологом. И сегодня мы говорим про базовую уверенность в себе. Вот это прям тема, которая действительно очень многим нужна, важна и она становится ключевым моментом, который многие не понимают. Где это взять, как на это воздействовать, как с этим работать и можно ли что-то менять в отношении собственно уверенности в себе. И это видео как раз носит такой просветительский характер для тех, кто всю жизнь борется с какими-то внешними, внутренними симптомами неуверенности в себе. Сколько лет я встречала в своей практике женщин, мужчин, которые действительно из-за этого момента не реализовывали весь свой потенциал. А почему так? Почему, как вы думаете так? Очень многие хотят быстро что-то сделать с телом, очень многие хотят быстро что-то сделать с душой, очень многие хотят быстро сделать что-то со своим организмом, но так не бывает. Очень у многих есть непринятие себя. Почему? Потому что не устраивает внешность, не устраивает какая-то жизненная история, не устраивают обстоятельства, в которых человек оказывается или в которые он попадает. И день за днем этот мой любимый человек борется с самим собой. Неуверенность очень часто приходит, когда я где-то ошибся, я где-то сильно ошибся, я не доделал, у меня не получилось и я бросил. Если у меня есть обратный опыт, опыт ошибки жизненного какого-то момента, я попадаю в какую-то ситуацию, которая мне самому дискомфортна. И, например, у меня в консультациях есть совершенно разные женщины разного возраста, начиная от 20, заканчивая, последняя моя клиентка, 67 лет. И все они мне доверяют свое внутреннее состояние. И что хочется сказать? Что у молодых, что у пожилых, что у людей в возрасте, среднего возраста, есть какие-то недочеты внутренние. То есть я чувствую, что я где-то не добираю, где-то не доделываю, где-то голова не так работает, где-то тело подводит, где-то фигура не та, а где-то кожа не та. И очень у многих есть вот эти придирки. Я называю это оценочные суждения, которые действительно создают вам внутренние какие-то трудности, внутренние проблемы. Как же стать уверенным в себе? Неужели это правда создать тело мечты? Неужели это только про тело? Или это еще и про психику? Либо это про реализованные планы? Про что же это уверенность в себе? Давайте прямо сейчас мы с вами поговорим на эту тему. Как быть уверенным в себе? Во-первых, уверенность в себе – это действительно осознание работы своей физиологии. Очень многие рождаются не метр восемьдесят ростом. Так что уж теперь? Что уж теперь? От этого не помирают. Очень многие рождаются с тем, что «ну не высовывайся, оставайся на том месте, где ты есть, по шапке и сенька». Ну, конечно, конечно. И вот здесь мы говорим про внутренние убеждения. Если мы с вами говорим про уверенность в себе, это всегда про победы. Про победы над негативным сценарием, про победы над прошлым каким-то неудачным опытом, про победы над самим собой. Очень у многих есть желание справиться с какими-то жизненными прошлыми ошибками. Например, неудачная семейная жизнь, развод, либо какая-то болезненная история. Например, аутоиммунные состояния, которые человек пытается скрыть от других и тем самым страдает. Так что же делать, чтобы стать уверенным в себе? Во-первых, от себя ничего не скрывать. Во-вторых, договариваться со своим телом. Например, если вы осознаете, что вы склонны к полноте и вы действительно с этим всю жизнь боретесь, то это нужно всего лишь признать и пытаться делать усилия ежедневные для того, чтобы был опыт победы. Обязательно. Если у вас, например, есть в жизни нереализованные проекты, а ваш главный проект – это ваша жизнь, то, соответственно, вы попадаете в ситуацию, когда да, нужно делать проекты в своей жизни. Проект быть мамой, проект быть отцом, проект быть в 40 лет дизайнером – классный проект. Конечно, классный. Вы сами создаете себе ту подкову, на которой вы дальше поедете. Проект «Разрушенное здоровье к 30 годам, а к 40 я чувствую лучше себя, чем свои 25». Проект «Проект». И, конечно, здесь появляется уверенность в себе. Когда я ежедневно что-то делаю и даже не вижу сначала никакого результата, мне кажется, что все тщетно, ничего не получается, но я ежедневно вкладываю в свою копилку. Как вы думаете, как сработает дальше эта копилка? Конечно, она вас вознаградит многими дивидендами после того, как вы это делаете. Соответственно, уверенность в себе – это навык, приобретенный путем преодоления собственной беспомощности. То есть, когда я чувствую, что я где-то в чем-то беспомощен, либо мне как-то тяжело справляться с тем, что происходит, я обязательно беру паузу и пересматриваю свое состояние, пересматриваю свои убеждения, пересматриваю свою работу и создаю совершенно новые моменты, которые будут влиять на то, как я выбираю, как я действую, как я иду. И уверенность в себе – это не всегда про «я сразу получаю результат». Я получаю результат в работе, я получаю результат в деньгах, я получаю результат в здоровье, я получаю результат. Иногда это длительный, монотонный труд, когда я осознаю, что я ежедневно вкладываюсь в это дело, ежедневно вкладываюсь в свое развитие, ежедневно вкладываюсь в свое здоровье. И каждый день, когда я понимаю, что я это делаю, я уже более уверена в том, что у меня будет лучше все, чем есть прямо сейчас. Вы никогда не знаете, что будет завтра, как вы будете себя чувствовать, кто будет возле вас, что будет возникать. Но вы точно можете управлять тем, что происходит прямо сейчас в вашей жизни, как вы распределяете свое время, как вы его тратите и с кем вы его проводите. Очень важно проводить свое время с качественными людьми, с качественным окружением, которое вас растит и дорастит вас до действительно того состояния, в котором вы сами не могли, например, наедине с собой оказаться. Когда ко мне приходит, например, в консультацию семья и говорит о том, что у нас ничего не происходит, мы хотим заниматься спортами, но что-то там у нас не получается. Я смотрю, эти люди поддерживают низкий энергетический уровень. Что это значит? Им комфортно в состоянии вот такого коллапса. Если бы возле них появились осознанно другие, которые там спорт, проекты, то это бы семья немножко по-другому стала реагировать на внешние проявления и стала по-другому себя реализовывать. Но так как и муж, и жена находятся в более такой позиции, не контр-позиции в отношении своей жизни сделать что-то, а более такой скрытой позиции, то, соответственно, это приводит к такому не очень результату. Соответственно, можно сказать, что мы можем притягивать в свою жизнь людей, которые более успешны, более круты, чем мы. Вы на канале с Аленой, вы на канале с клиническим, холистическим психологом, который говорит о самых главных вещах, о вашей психике и о вашей физике. Будьте любимы. Я вас очень люблю. Ставьте сердечки. Пока-пока.